Добрый день, дорогие девчонки, подписчики, зрители. Вот пришла я второй день на грязевое лечение. И сказали, что оказывается, можно один час полежать на солнышке, только нельзя купаться в бассейне и делать сауны и гидромассажи. Поэтому я очень довольна. Сейчас выложу видео, где я, как Наталья Волочкова, балерина, сделала грязевое обвертывание, выставлю. Вы представляете, мне уже прислали, что уже сделали пародию на меня с этим моим грязевым лечением. Я просто хотела показать всему народу, всем подписчикам, всем зрителям, что можно грязевое лечение помогает от всех артрозов, остеохондрозов, улучшает кровообращение, от многих полезней помогает. Ничего порнографического или эротического в этом нету. Так как грязь накладывают на голое тело, в маленьком трусике из пластики, который употребляют все массажисты во всех спа, когда массажируют тело. Поэтому ничего порнографического в этом нету. Пусть сколько угодно делают эти пародии, это полезно для здоровья, имейте в виду, если у вас какие-то болезни. Смотрите, слышите, как птички поют. Привет всем. Привет, так как рядом здесь лежит, но я могу вообще-то снять уже. Привет. Я наслаждаюсь солнцем. Всем здоровья. Смотрите, какая кожа стала. Я сегодня попросила, чтобы она намазала мне и сюда все, как Наталья Волочкова. Посмотрите, какая кожа стала нежная, нежная, чистая. Я вчера ушла отсюда в 9 часов вечера, целый день с 9.30 до 9 провела, так как я заплатила 50 евро. И спала как сурок, как ребенок. Такой релакс. Девчонки, пока не могу много говорить. А потом одна написала в том виде, где позавчера я была взволнована, ходила к карабинерам, который маршал мне помог. Что ты просишь пощады у них, у злых хейтеров моих? Я не просила в этом видео пощады. Я, наоборот, призывала, чтобы у них внутри проснулась какая-то горошинка, крупинка добра, чтобы перестали быть злыми. Слушайте, как птички поют, как солнышко светит. Это они должны будут потом пощады просить у закона, а не я у них. Имейте это в виду. Вы неправильно интерпретировали мое видео. Всем пока-пока.